Приветствую вас и я помню схематику вашей проблемы, вы описывали аналогичную проблему уже ранее, и я отвечал вам на тот вопрос. Вы тогда, я помню, оценили ответ эксперта, который сказал вам о том, что кризис, который у вас сейчас и есть, а точнее был тогда, он пройдет со временем, что его острота будет падать. Все это потому, что вы пишете снова вопрос, вы либо осознали, или поняли, или увидели, что ответ эксперта не отвечает вашему запросу, либо вы с ним не консультировались. То есть вы не доверили ему свою проблему дальше. Потому что на самом деле, даже по вашему тому первому вопросу, можно заключить, что одним советом, одним ответом вашу проблему так просто не решить. Почему? Потому что ее корень, ее, скажем так, составляющая, большая составляющая, она кроется в вас. Она кроется в том, что вы себя вините за то, что вы сделали, за то, что вы вели распутный образ жизни, за то, что вы спали с мужчинами и так далее. Вы себя за это вините. Собственно говоря, вот я прочитал ответы экспертов, которые вам уже успели ответить на момент записи этого аудио. И Александр пишет к вам о том, что у вас есть чувство вины, которое вам навязал муж. Это действительно так, но только по моему мнению, дело здесь совсем не в том, что вот мужчина вам что-то навязал, а дело здесь в том, что у вас это чувство вины, оно уже изначально было, просто не в такой ярко выраженной форме. И если вы хотите свою проблему решить, то давайте для начала подумаем так. Вы можете изменить свое будущее? Будущее зависит от того, как вы будете поступать, как вы будете себя осознавать, как вы будете действовать. Вы будете что-то менять только в том случае, если извлечете опыт из своего прошлого. То, что вы вели себя недостаточно целомудренно по вашей оценке и так далее, это для вас, вот именно в вашем конкретном случае, вполне естественно и нормально. Только вам нужно здесь сделать себе пометку, что вот до тех пор, пока мужчина сам своими действиями, своими поступками, своей неуверенностью в себе, своими комплексами, давить вам на чувство вины, и у него это получается. У вас в любом случае, как бы отношения у вас не сложили, будет именно у вас лично, именно у вас будет, знаете, неудовлетворенность. У вас не будет того, что вы хотели бы. И если говорить о том, как вы вели себя в прошлом, то надо сказать, что вот вы в Писице, значит, вы там находились в внутренних отношениях с мужчинами и узнали, что это не хорошо, только не так давно. То есть, что, по сути дела, происходит с вами? Вы не были научены. Вы не были научены тому, как нужно вообще говоря себя вести. И как возможно пребывать от человека того поведения, того отношения, той ответственности, которой человек просто не знал, которой человек не был научен. Можно только догадаться. И мужчина требует от вас того, что, по сути, вы не умели. Но это все равно, как если бы я просил бы вас раскрыть мне, например, физический закон при условии полного отсутствия у вас физических знаний, то есть, знаний физических законов. Согласитесь, нельзя требовать от человека того, что он, в принципе, не умеет и не знает. Сперва нужно человеку научить. Сперва нужно человеку показать. Потом, когда человеку что-то показывается, человек решает для себя, его это или нет, подходит ему это или нет. И только после этого, только после этого, можно предъявлять определенные претензии субъекту этих отношений, потому что он уже знает, как себя вести. Хочет он себя так вести, не хочет он себя так вести. Это вообще вопрос другого плана. Но, сперва нужно человеку научить. Человеку научить. Вы узнали о том, что ваше поведение было неприемлемым для вас. И, по сути дела, по сути дела, поменяли свою линию поведения, стали другой. Но мужчина вас, этот другой уже не принимает. И давайте подумаем так. Кто виноват в том, что вам, во-первых, не была привита целомудренность? Кто виноват в том, что у вас не было приемлемого поведения, образца поведения и так далее? Родители. Именно они не смогли привить вам того, за отсутствие чего в свое время. У вас теперь проблемы с мужем. То есть, именно ваши родители ответственны за то, что у вас сейчас происходит. Если говорить буквально, так почему же мужчина предъявляет вам претензии в том, в чем вы были не смыслеными, в чем вы не смыслили в момент совершения этих поступков. А родители, которые своими действиями привели вас туда, ваши родители, они остаются за пределами претензий вашего мужа. Получается, что вы в глазах вашего супруга отвечаете за то, чего не дали вам родители. Но если мужчина ненавидит ваше поведение, то вашу черту, и если мужчина разложил все по полочкам, как вы описали в предыдущем вопросе, так пусть он, разложив все по полочкам, увидит, где корень данного поведения. А корень данного поведения это ваши родители. Так пусть он их никогда не ненавидит. А не вас. Ведь вы ни при чем, вы не виноваты. Вас не научили. Нельзя предъявлять претензии к тому, кого не научили. В том, в чем у человека нет знаний. Это аксиома. К вашему мужчине это, видимо, все равно. и тогда завершая тему чувства вины, хочется сказать вам так. В момент, когда вы совершали те поступки, которые, которых вы сейчас следите, вы не знали о том, что это неправильно. вам казалось на тот момент, что ваша деятельность верна, ваша деятельность правильна, и что нет ничего плохого в том, что вы делаете. Это уже потом, когда вы получили новые знания, когда вы расширили свое сознание, смогли сопоставить то, что вы делали тогда и ваши ценности сейчас, тогда да, получилось, что вы были неправы. Но на тот момент у вас ничего этого не было, а значит, и винить себя за то, что было, нельзя. Вот если бы у вас были те ценности, которые есть сейчас, если бы они у вас были, и вы все равно бы поступали так, как поступали тогда, вот в этом случае, да, можно предъявлять к вам претензии. Но это был бы вопрос вашего выбора в таком случае, и вряд ли вы бы стали жалеть о нем, о своем выборе, потому что вы делали бы это с целью удовлетворить свои определенные желания. А так, так, винить вам себя не до что. И вот, вам нужно понять, что мужчина ведет себя с вами так грубо, там, оскорбляет, да, не общается как-то еще потому именно, что вы сами себя также вините. Тот, кого, тот, кто себя винит, обрешен на обвинениях со мной других. Тот, кто себя не винит, будет подвергаться обвинениям гораздо меньше, гораздо в менее интенсивной форме. И вот, исходя из этого, надеюсь, мы этот вопрос с вами немножечко разобрали. То есть, основную мысль вы, надеюсь, поняли, что нельзя следить человека за то, что он делал в определенный момент своей жизни, при этом не имея знаний и представлений, не имея понятия о том, что он делает. Вот как понятие появилось, с момента появления понятия, вот так появляется ответственность, так появляется контроль, так появляется выбор. А пока понятия нет, ничего подобного не происходит. И вам это нужно, вот эту точку зрения, сделать своей. И в ней не сомневаться. Да, у вас была бурная молодость. Да, может быть, какие-то вещи были неприличными. Может быть, какие-то вещи были аморальными из того, что вы делали. Но считали ли вы так тогда? Врядно. Почему? Потому что вы были человеком в своей ситуации. человеком, находящимся в определенной ситуации. Вы в этой ситуации находились, и вы видели в ней один вариант своего поведения. И вы из этой ситуации вышли, и вы уже видите другой вариант поведения. Но вы смогли увидеть только его тогда, когда вы из самой ситуации вышли, посмотрели на нее со стороны наблюдателя. А до тех пор нельзя было на эту ситуацию посмотреть иначе. И вы посмотрели на ситуацию, с которой вышли. Вы видели, что поступили неправильно. Вы поняли, что могли были поступить по-другому. И извлекли опыт. И больше так вы поступить уже не сможете. Больше так поступить вы не станете. и именно так человек приобретает опыт. Я вам это все говорю на самом деле только лишь для того, чтобы вы перестали себя видеть. И если число вины у вас есть еще все равно, то тогда уже нельзя говорить лично, а только вас, только вас, можно говорить о вашем отношении с мужчиной в целом. То есть, что это значит? Условно говоря, условно говоря, когда мужчина вас обвиняет, вы понимаете, что ему больно, что ему не воняет с ним, что ему плохо, вы чувствуете ответственность за него. Но если вы понимаете, что по сути вы не виноваты, если вы понимаете, что вот если я сказал правда, то почему тогда ваши чувства вины все равно появляются? Потому что мужчина вам дорог. И именно потому что дорогой близкий человек высказывает к вам негатив, вы испытываете чувство вискины. Только вот понимаете, какая проблема? Ваш мужчина, несмотря на то, что он умный, что он нежадный, что он все делает для семьи, в этом плане мужчина ведет себя как ребенок. Как ребенок, который не хочет понять некоторых определенных взрослых моментов. И именно потому, что вы реагируете на каприши о позиции нормальных отношений, здоровых, доверительных, зрелых отношений. Это именно каприши. Именно потому, что вы на него реагируете положительным, то есть вы этому капризу потакаете, он и имеет место в позиции. Он все более и более становится глобальным. Более и более длительное время идут срывы мужчины. Почему? Потому, что он видит, что вы его поддерживаете. Он видит, что вы действительно себя вините. И чем больше вы себя вините, тем сильнее, тем больше отставаний у мужчин для того, чтобы вести себя так. Соответственно, если вы всем своим поведением будете понятны, что мужчины любят, то принимаете его таким, как он есть, что цените его, что дорожите им и так далее, но не принимаете вины за то, что было тогда, потому, что вы были наивной девочкой, но при этом обещаете ему верность и этой верности следует. Если ваша позиция будет четко уверенной, то ситуация она кардинально изменится. А ситуация получится сразу так, что мужчина говорит вашему мужчине некоторые абстрактные, даже абсурдные вещи, ну, как, например, предъявление претензий к человеку за то, в чем он не смыслил, за то, в чем у него не было понятно. Так вот, предъявление к человеку, например, это довольно абсурдная претензия такого плана. И ваш мужчина ее вам предъявляет. И как взрослый зрелый человек, которым вы являетесь, вам нужно относиться к этому спокойно. И говорит, что дорогой, ну, ты же понимаешь, что то, о чем ты говоришь, и то, в чем ты меня обвиняешь, уже не исправит. Я такая, какая я есть. И кто знает, может быть, именно тот мой опыт, который ты не хочешь принимать, он и сделал меня такой, какая я есть. И если бы того опыта у меня не было бы, у меня не было бы, с чем сравнивать то, что у меня есть сейчас. и может быть, я, находясь с тобой, стремился бы как раз к другим мужчинам. Но я этого ничего не делал. И это все, то, что есть сейчас, получилось только благодаря тому, что было до. Не будь того, что было до, не было бы меня такой, какая я есть. И теперь мы подходим к следующему моменту. Вы пишите, что мужчина вас любит. Вы знаете, когда человека любят, его принимают таким, как он есть. Со всеми его недостатками, со всеми его грехами, со всеми его ошибками, ибо кто в жизни не сделал ошибки. Вот вы пишите, что мужчина был детственником. Хорошо, мужчина был детственником, но его ли это заслуга? С такой его позиции относительно вашей жизни, можно говорить о том, что у мужчины довольно много комплексов. Комплексы внутренние. Комплексы не всегда ясные. И еще неизвестно, почему он был детственником. Но даже если у него была такая жизнь, если его воспитывать в хороших здоровых моральных условиях, то простите, у вас была совсем другая жизнь. И это от вас не зависело. А если от вас это не зависело, то и предъявлять претензии к вам в этом, мягко говоря, не целесообразно. возникает вопрос, а почему же мужчина этого не понимает, раз он вас любит, почему он не принимает вас, если любит безусловно в том, что от вас не зависело, что было задолго или за приличное время до вашей встречи. Почему? Потому что это противоречит его желанию. Не сможем догадаться, что если мужчина руководствуется своими желаниями и своими идеалами, то он и вас пытается подстроить под свои идеалы. И в этом смысле ваш муж говорит вам правду. Он действительно когда видит все ваши положительные черты, он действительно вас любит. По крайней мере, так он думает. Он вас любит. Вы его во всем устраиваете. Абсолютно во всем. Но когда возникают недостатки, а недостатки есть у каждого, он начинает вас ненавидеть. Потому что он не принимает вас несовершенно. И только здесь в том, что ваша несовершенность, которая нормальна для человека в принципе, она и делает вас той, кто вы есть. И не принимая вашу несовершенность, мужчина не принимает вас. А не принимая вас, мужчина вас не любит. По крайней мере, тем истинным, искренним, сильным и чистым чувством мужчина вас не любит. Прямо это сильное и истинное чувство, оно лишено всего физического, оно лишено всего плоского. Это только духовная связь. Но у мужчины этого нет. А значит, ему нужно подстроить вас под свой некий идеал, который он сам себе нарисовал. Но и согласитесь, вы не можете заставить мужчину принять вас в такой, какая вы есть. Вам нужно либо измениться, либо уйти. И вы бы и рады измениться, но вы только просили не изменить. И в принципе нельзя изменить того, что от вас не зависело на тот момент. И значит получается, что мужчина вас не принимает в том, чтобы в принципе над чем вы не властны, она что не оставляет никакого шанса для ваших отношений, для будущих ваших отношений. Только в том случае, если сам не примет вас такой, какая вы есть, либо не решит разоценность вам. В прочном вопросе вы писали, что именно дети не позволили по мнению мужчины по его словам не позволили ему от вас уйти. Вы знаете, дети, не помню, говорил я вам про здравствуйте или нет, дети, это очень хороший удобный аргумент для того, чтобы оправдать свой выпад. Но в действительности подумаем, вот мужчина любит ваших детей, хорошо, и за них он не хочет уходить от вас, тоже страшно. но простите, он вас оскорбляет, он безумно нанизает обстановку, да, он сам ходит подавленные нервные и так далее, он вам доубит, этого не могут не чувствовать дети, которые очень чувствительны. И что, вы думаете, что ваши дети не чувствуют того, что между вами происходит? А может быть, вы думаете, что мужчины не знают того, что дети осуществляют? Мужины знают, не может не знать, только его это не волнует. А если и волнует, то он считает это малозначительным фактом. Потому что если мужчина действительно, как он говорит, остался с вами из-за детей, то простите, для детей тогда он и будет строить свой быт. А детям нужна здоровая, спокойная, гармоничная семья, которой вам с детьми муж не дает. И получается, что дети для него это всего лишь средство. Средство, чтобы с вами оставаться, потому что ему с вами хорошо, удобно и комфортно. И вместе с этим вас не принимать и обвинять в том, в чем вы в принципе ответственности никакой не несете. Из всего этого можно сделать такой мне кажется не злощий вывод, что если вы так сильно привязаны к мужчине настолько, что он внушил вам чувство вины, то не только он зависим от своих страхов, от своих принципов, от вас зависим мужчин, но и вы от него также зависимы. Вы также зависимы от него. Осталось только понять в чем именно. До тех пор пока ваша зависимость от мужчины, ваша, ну скажем так, быть может идеализация его, придание ему чересчур большого отношения будут иметь место быть, вы будете также жить в этом аду. Необходимо для начала отделить себя и детей от человека, который может позволить себе оскорбить вас за то, что вы не виноваты. Во-вторых, понять и подумать что произойдет, что случится, что вы потеряете, если мужчина с вами не будет рядом. Кроме вот этой вот любви, кроме желания сделать его счастливым, что еще вы потеряете? просто попробуйте об этом подумать. Кроме духовного аспекта, есть ли что-то еще, чего вы лишитесь? и постарайтесь скорректировать свое поведение так, чтобы обеспечить себя тем, что вы можете потерять в случае, если все-таки разойдетесь своим мужем. Теперь дальше. Вы одним своим видом существования причиняете боль своему мужу. Поскольку боль своему мужу вы причиняете тем, что уже является неотъемлемой частью вашего прошлого, вашего опыта, и как мы, я надеюсь, теперь знаем и вашего развития, мужчины, логично предположить, что одним своим присутствием в жизни мужчины сейчас вы приносите ему страдания. Не означает ли это для вас, как для человека, который любит своего мужчину, который хочет ему счастья, необходимо от него уйти, необходимость его покинуть, чтобы не причинять эту боль одним своим присутствием. Это именно тот самый случай, когда ни слова, ни поступки не могут исправить тех негативных эмоций, которые вы даете своему мужу. Просто в силу ряда особенностей его сознания. Мы сейчас про его сознание не говорим, мы говорим только про вас. Почему вы, я думаю, испытывая любовь к нему, продолжаете причинять ему несчастье. Ну, вы видите, что человек действительно страдает, действительно переживает, когда находится рядом с вами. Вы в этом не виноваты, и он в этом не виноват. У вас своя жизнь сложилась, у него своя жизнь сложилась. Каждый из вас это сформировавшаяся зрелая личность, и вы не поменяете мужчину, мужчина не поменяет вас. Единственное, что может случиться, это все-таки перевес либо негативных, либо позитивных ваших сторон для мужчины. Но этого перевеса не будет, если вы будете находиться рядом с ним. Мужине, чтобы понять, насколько вы для него дороги, нужно побыть без вас. побыть без вас долго, чтобы оценить то, насколько важно его чувство. Насколько важно для него его чувство любви. Насколько важно для него его чувство ненависти. Насколько важно для него его чувство ревности. Насколько они истины. А это возможно только в том случае, если вас рядом с ним не будет И отсюда неслойственный вывод Что вам нужно в данный момент его оставить И лучше будет, если вы сами его оставите Лучше будет, если вы сами покинете своего мужчину Дадите ему возможность побыть без вас Либо предложите, если вам некуда идти Предложите ему побыть также без вас Поскольку основной причиной для заграждения с вами мужчина называет детей То объясните ему всю ситуацию, связанную с детьми в контексте ваших отношений Объединительность детей страдает, сидит и видит, как плохо их родителям И винят в этом, скорее всего, себя Дети в силу своего эгоцентризма Именно себя самих считают виновными в том, что происходит с вами С вами лично и с вашим мужем Я не думаю, что если вы являетесь любящими родителями, вы бы хотели такого для своих детей А значит, так больше продолжаться не может Не предлагайте мужчине ни расход, ни расставание Просто на какое-то время побыть отдельно Просто на какое-то время побыть друг с другом Это поможет вам осознать В частности, мужчине поможет осознать Что действительно важно в том, что он чувствует А что нет И даже если полностью не уйдет то, что его глошит Даже если подобные вспышки будут иметь место Все равно мужчина, по крайней мере, поймет для себя Куда он хочет стремиться Куда он хочет идти И это поможет ему обозначить для себя стратегию своего поведения Если же оставить все как есть То слишком большая вероятность того, что ничего не изменится Вы будете так себя мучить И в итоге кто-то из вас заболеет Очень серьезно И ситуация еще больше усугубится Еще больше будет счет повины и так далее, и так далее В принципе На этом, я думаю, можно закончить Получилось уже и так очень много Еще раз повторю В заключении, что Все, что я сказал Это именно ориентир На то, что вам делать И как дальше жить Это формирование у вас цели По налаживанию, в первую очередь, своей жизни Если вы заметили Я ни слова не сказал про вашего мужчину Почему? Потому что он третий лицо Он Это тот человек С которым мы работать Не можем Это тот человек Который находится вне Нашей зоны досягаемости И поэтому Если вы хотите помочь нему То Лучшая помощь Это обращение к специалисту Если мужчина не хочет А никак Принимать помощь То это его выбор Но тогда Вы Хотя бы ради детей Имеете полное право Положить этим отношениям Конец Что касается Проблематики вашего мужа То здесь Можно сказать только одно Поскольку вы В своем прошлом Вопрос Достаточно подробно Описали Генезис Картину Переживания Своего мужчины Я думаю Что в этом направлении В принципе Нужно работать То есть Направление Повышения уверенности В себе В направлении Осознания для себя Значимости Того Чему мужчина Придает значение И почему И если Как вы говорите Опять таки В своем Предыдущем вопросе Что это Ценности Такие у мужчины Да Что вот он Ну Собственно Считает Что женщина Не должна быть Ни с кем Кроме Него Хорошо Эти ценности Они Имеют место быть Но тогда Вы В эти ценности Не вписываетесь И мужчине Уже нужно Решить для себя Либо он Принимает вас Либо нет Как мужчине Сему Несно Принять решение Вы Не изменитесь Что бы вы ни сделали Вы Не станете Другой Вы не вернетесь Прочного И не отмените Тех поступков Которые Вы Завершили Но вы Задаете себе Вопрос Такая это Любовь Если мужчина Ставит вам Условия Если бы ты Была Такой-то Я бы Тебя полюбил Если бы Ты была Такой-то Я бы Считал Тебя Самой лучшей А так Не могу Такая ли Любовь На самом деле Подумайте Об этом И что касается Мужчины Вот интересный Точный Получается Момент Он Сейчас Получается Уже Не девственник И если Предположить Что Вы Разойдете На нем Будет Искать Себе Женщину Которая Не была С мужчиной И все Получается Что Ему Не столько Важна Важна Сама Сам факт Девственности Сколько То Чтобы Именно Женщина Была Девственность А если Он Уже Не Девственник То На это Конечно Можно Наверное По его Мнению Закшить Глаза Ведь Он В этом Не виноват Наверное Он Обвинит Вас В том Что Вы Его Разбродили Вы Лечили Его Девственности И Вообще Говоря Испортили Его Хорошо Пусть Так Но Тогда Тот же Самый Тот же Самый Ответ Применим И К тому Что Вы Делали Свою Своей Юности Когда Точно Так Вы Не Знали Не Понимали Цену И Смысл Того Что Вы Делали Я Полагаю Что Это Момент Двойственный И Если Мужчина Хочет Быть С Человеком То С вами Своими Принципами Придется Поступиться А Если Мужчина Хочет Быть С Принципами И Идеалами То Простите Тогда Это Двойные Стандарты То Не Справедливо Для Других Справедливо Для Него Какая Это Получается Не Совсем Разноправная Политика И Осталось Понять Осознает Ли Ваш Муж Это Или Нет И Если Не Осознает То Ему Нужна Действительно Очень Серьезная Помощь А Если Осознает Это Просто Человек Который Ну В Какой То Момент Понял Что Все Должно Быть Или Только Так Как Он Хочет Так Как Он Задумал Так Как Он Видит Правильно Ну И Так Далее К К Человек Люди Не Могут Подстраиваться Под Рамки Других И Вам Это Нужно Понять А Вы Отчаянно Пытаетесь Себя Втихнуть В Эти Рамки Действительно Не Обывая Себя Шерстом Что Вы Такая Как Вы Есть И Вы Прекрасны И Вам Нужно Себя Любить Надеюсь, я помог вам Если Какие-то вопросы остались Обращайтесь в личку, помогу Если вам понравился мой ответ Буду благодарен, если сделаете его лучше Желаю вам Всего доброго и удачи И перед тем, как закончить Я бы хотел Сказать вам Для решения проблем Ваших проблем Одного ответа Мало Нужно работать по Проработке тех переживаний Которые у вас были тогда В молодости Для правильного осознания Их Нужно прорабатывать детские и родительские отношения Которые тоже, судя по всему Для вас достаточно проблемные Только тогда Освободившись От внутренних комплексов Освободившись От излишней неуверенности в себе Вы сможете правильно Позиционировать себя в отношениях И не принимать Ответственность Которую хочет Взвалить на вас Мужчина Ваш муж Кто-нибудь еще другой Если вы Реально Ее не несете Люди вокруг вас Всегда Будут пытаться Взвалить На ваши плечи то Что вы не имеете Никакого права И нужно четко Отграничивать За что вы несете Ответственность А за что нет И не оставлять Оставлять данный вопрос На усмотрение Других людей Потому что Другие люди Сделают это Только Свою пользу Силу своей Опять же Природы А это Неверно Но не обвиняя Их за это Нужно просто Засижать Свою ответственность И свои личные границы Самостоятельно Своими Собственными Силами Пожалуй Теперь все До свидания